Здравствуйте! Ой, здравствуйте! Семья Журавлёвых несколько раз в неделю посещает местную библиотеку. Ирина сейчас отдаёт предпочтение детской литературе. С малых лет читает своей младшей дочке сказки, тем самым прививает любовь к книгам. Мы сюда приходим очень часто. Нам здесь очень нравится. С детишками занимается Анна Валентиновна. Старшие дочери уже самостоятельно выбирают книги. Татьяна любит фантастическую литературу и детективы. Часто берёт почитать произведения по школьной программе. Хожу сюда каждую неделю. Здесь очень приятная домашняя атмосфера. И мне очень здесь нравится. Сегодня в Мильковской библиотеке записано свыше 500 читателей. А ежедневно её посещают от 20 до 40 человек. Приходят целыми семьями. И предпочтение у каждого своим. Задача заведующей – найти всем посетителям необходимую и интересную литературу. Благодаря финансированию сельского поселения Развилковское книжный фон библиотеки регулярно пополняется. С начала этого года поступило почти 650 новых книг. Литература совершенно разнообразная. От какой-то специальной литературы, которая у нас тоже пользуется спросом, и до детской, познавательной. Нам необходимо всё. Никогда ты не узнаешь, какой ребёнок что спросит. Частый гость библиотеки Наталья Кинслер сегодня заехала одна, чтобы взять для детей что-нибудь почитать. А обычно посещает учреждение всей семьёй. Дети с удовольствием ходят, читают. Особенно нравится тетушка-сова, которая прививает любовь к книге, к чтению, к окружающему миру, к любви к своему краю и родине в целом. Проект в гостях у тётушки-совушки возник три года назад. Идея его реализации у Анны родилась случайно. Надо было что-то придумать интересное для детей. И им действительно понравилось приходить в гости к сказочному герою. Давайте вы угадайте, про кого у нас будет сказка. Полосатая мордочка и каждый день умывается. Никогда не забывает. Правильно, это котик. Сегодня заведующая библиотекой большое внимание уделяет досуговой деятельности, организует встречи с писателями, тематические лекции, литературные программы, которые объединяют детей и взрослых всего сельского поселения. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Елена Кошлева, Видное ТВ. Продолжение следует...